Всем привет! А я рада приветствовать вас на отчете уже 10 недели моей работы с диетологом и массажистом. Я не могу поверить, что уже прошло так много времени, но тем не менее, сегодня я буду рассказывать вам о очередных своих замерах, потому что у меня снова начался массаж. Первый месяц у меня был массаж, второй месяц у меня был перерыв. И перед тем, как начался массаж, мне Настя сказала сделать замеры, что я, собственно, и сделала. Сегодня я буду о них рассказывать. Настя, это, кстати, мой диетолог и массажист. Если вы также ищете диетолога или если просто ваши усилия в похудении не приводят к какому-то результату, я вам очень рекомендую обратиться к диетологу. Настя работает удаленно, поэтому вы можете с ней тоже связываться. И по традиции скажу, что если вы не следите за этим видео, то я очень рекомендую вам посмотреть все видео с самого начала. У меня для этого есть специальный плейлист. Я его обязательно оставлю внизу. И также вы можете нажать на ссылку, которую вы видите на экране. Таким образом, для вас все будет намного более логично. Вы увидите, с чего я начала и к чему я пришла вот сейчас. И что касается замеров, то замеры это то, что больше всего меня поражает, наверное, за всю эту диету. Потому что по килограммам я всего за эти 2 месяца, за эти 10 недель сбросила 5 килограммов. Кажется, вообще немного, но в то же время на моем росте и на моем весе, который у меня был, оказывается, это просто огромная цифра. И давайте сейчас вам расскажу про свои замеры, которые сейчас у меня. Итак, грудь 82 сантиметра, это минус 3 сантиметра в целом за все время диеты. Талия 62, это минус 8 сантиметров. Вообще, это такая цифра, какая-то бешеная для меня. На самом деле, я это вижу, даже вот просто вот поощущаю по себе. Потому что, хотя я раньше носила более какие-то свободные топы, кофточки, на мне это не сильно было видно. И, может быть, окружающие, если посмотрят, то не сильно заметят разницу между тем, что было и стало. Но я вижу огромную просто разницу. И сейчас мне больше нравится носить какие-то укороченные топы с длинными какими-то джинсами. Или более такие облегающие топы мне нравятся тоже. И мне нравится, как выглядит мой живот, нравится, как выгляжу я в каких-то брюках или штанах. В общем-то, да, это безумно крутой результат для меня. Живот в зоне под пупком 81,5, это минус 4,5 килограмма за все время. Это тоже, мне кажется, очень... Минус 4,5 сантиметра, вернее, за все время. Мне кажется, это очень круто. Бедра. Я вообще не могу в это поверить. Бедра у меня 90 стали. Это минус 6 сантиметров за все время. Я вот реально в это поверить не могу, потому что в последний раз у меня бедра были 90 в 16 лет. 13 лет назад, да. В 16 лет. Я еще тогда помню, хвасталась, что у меня модельные как бы размеры. Да. И сейчас вот опять я вернулась к этому, и я просто в это поверить как будто не могу. И всегда, когда я занималась похудением сама, у меня худело все. У меня худели руки, у меня худело лицо очень сильно, у меня худела верхняя часть тела, но вот именно бедра и зона галифе у меня вообще не избегались. Практически вот, ну практически вообще. Уши, это как раз такие зоны галифе, сейчас у меня 93 сантиметра, а это в целом минус 5 сантиметров. Меня это безумно просто радует. И руки вот в этой зоне у меня 25 сантиметров, это в целом минус 2 сантиметра. Казалось тоже, руки у меня никогда не были толстыми, я не думала, что там есть куда худеть, но на самом деле оказалось, что есть. И сейчас руки, ну как я сказала, они у меня не были никогда толстыми, но сейчас они выглядят как будто более подтянутыми. Знаете, тонус вот в этой вот части больше появился. И когда-то я тоже качала руки, поэтому больше заметен этот рельеф такой красивый на руках. И вот когда я сделала эти замеры, я поняла, что пора доставать уже какие-то вещи свои, более старые, которые на меня были маленькие. И я поняла, что я вот 100% уже на этом этапе, я могу это сказать, что я сменила размер на минус 1. И я вот вообще в это поверить, честно говоря, не могу. И вот, кстати, сегодня тоже достала джинсы, которые, когда я последний раз надевала, они на мне лопнули, лопнули на ноге. А, кстати, давайте я вам их покажу, что я, собственно, буду сейчас объяснять, если я могу все показать. Я не знаю, насколько это сейчас будет все хорошо видно, надеюсь, что будет видно. Вот эти джинсы, я, конечно, себя в них втрусить могла. Вот, собственно, вот эта дырка, которую вы видите, это не задумано было производителем, это сделала я просто, когда в них села. Сейчас же, мне кажется, они на мне сидят очень круто, то есть ничего у меня не свисает, никакие бокалы у меня там не свисают. И они, знаете, когда я их сегодня надела, я поняла, что они на меня, знаете, как перчатка просто легли. Вот именно красиво обволакивают мое тело, но в то же время нигде ничего не передавливается. До этого все такие джинсы в этом размере у меня жутко передавливали все. Мне казалось, что ноги у меня в тисках. Казалось, что живот как будто мне вообще перетянули узлом. И мне настолько это было некомфортно. Сейчас я сижу, снимаю видео. Сижу уже здесь, я не знаю, часа полтора, так точно в этих джинсах. Мне ничего, нормально себя абсолютно чувствую, ничего мне не мешает. В общем-то, короче, да, я безумно просто довольна этими результатами. И я думаю, что это, конечно, заслуга не только диеты, но также и массажа. Поэтому если у вас есть возможность делать массаж антицеллюлитный, это тоже огромную просто разницу делает. Потому что массаж, он позволяет разбивать жир именно в тех местах, в которых вам больше всего это нужно. И мне кажется, что вот такие вот минуса у меня в объемах именно бедер и зоны калифе, только сугубо из-за массажа. Может быть, если бы я просто на диете сидела, у меня либо бы не такие впечатляющие результаты были, либо бы вообще их совсем какие-то минимальные были. И раз я уже заговорила про массажи, да, опять начался у меня сезон массажей. Это последний третий месяц, целый месяц мне будут делать массажи. И я когда делала первый массаж, я опять так шла, знаете, так, ой, опять сейчас это будут какие-то там синяки появляться, опять там что-то ноги будут болеть. Но каково было мое удивление, когда я сделала первый массаж, у меня на ногах вообще не было ни одного синяка. Я думаю, ну, может, повезло так первый раз, может, потом будут опять второе сделала, третий сделала массаж вообще просто ни одного синяка. Ну, если придираться, может, какой-то там вот такой вот такусенький, малюсенький, где-то там на ноге выскочил, но в то же время нет у меня такого результата, как был после первого массажа, когда я просто реально посмотрела на свои ноги и аж перепугалась. Настя когда-то мне давно еще говорила, что синяки, чем больше синяки, тем больше как бы целлюлита. Я тогда отнеслась к этому так скептически, я думаю, как вообще связано то, что там сосуды лопаются и разливается кровь, с тем, что у тебя там какой-то жир там, допустим, отложился. И я вообще этой связи как бы не улавливала. Ну, может быть, что-то в этом и есть. Я, конечно, не медик, в отличие от нее, поэтому я там сильно в этом не разбираюсь, но в то же время я говорю просто сугубо о своих ощущениях. И вот на втором вот этом сеансе массажа синяки у меня вообще практически не появляются, ну, то есть вот совсем минимально. Вот здесь вот на руке у меня есть синяки, ну, это все, вот это абсолютно все. Поэтому меня это тоже безумно радует. И массаж, кстати, стала делать менее больно тоже. Раньше, знаете, когда Настя проходилась руками, то ощущение было такое, как будто немножко даже схожее с тем, как что-то рвется в середине. А сейчас я просто лежу, даже чуть ли не наслаждаясь процессом, в общем-то, да, вот этот второй месяц с массажем для меня лично идет намного проще. И я тоже заметила, что наконец-то задница у меня подтянулась, потому что сейчас я вижу, вот когда стою в профиль и смотрю на себя, у меня уже нет такого обвисания, а у меня такая, знаете, ровная линия. То есть идет такая более упругая, подтянутая задняя точка. Я этому тоже безумно рада. И что касается каких-то рецептов, то сегодня, опять-таки, чем-то вас сильно удивлять не буду. Расскажу вам про суп с чечевицей. Я не заснимала рецепт, я оставлю его внизу, там все элементарно просто готовится. Мне поднадоели как-то мои супчики, которые я в последнее время готовила. И хотя этот суп без картошки и без мяса, и даже без мясного бульона, он все равно очень сытный. И меня это, кстати, довольно сильно удивило, потому что мне казалось, что я не буду им наедаться, потому что в нем нет ни мясного бульона, ни мяса, ни картошки, а сугубо только овощи. Но в то же время он достаточно сильно сытный. И как-то никакого дискомфорта он меня при этом не вызывал. Все как бы нормально у меня было. Еще тоже на этой неделе, о которой я вам отчитываюсь, приходили ко мне в гости друзья. И я ломала голову, что же приготовить, чтобы самой это поесть, и чтобы им это было интересно есть. Я, кстати, в этот день снимала влог. Он, кстати, есть уже у меня на канале, поэтому если вам интересно, опять-таки, переходите по ссылке. Вы сможете его посмотреть, там я все даже показываю, что я готовлю. Я приготовила такое блюдо, которое называется меланзана ала пармиджана. Название такое немножко какое-то странноватое, но мне это похоже, вот если бы я объясняла, я бы объяснила это как овощная лазанья. То есть вместо листов лазанья используются листы из баклажана. Баклажан мелко нарезается, ну не мелко, а вернее, тонкими такими слоями нарезается, эти слои обжариваются. И потом вместо листов лазанья вот эти вот листы баклажана используются для того, чтобы слоями просто ее собрать. Сверху там чуть сыра натирается, с соусом это очень было вкусно. И все мои друзья сказали тоже, что очень вкусно, что не ожидали, что вот как бы такое, ну нельзя сказать, что это диетическое блюдо, это скорее блюдо такое из правильного питания, что может быть настолько вкусным. Также, что касается десертов, то приготовила я буквально на дня в себе десерт Рафаэлла. Конечно, до настоящего Рафаэлла, до именно конфет, ему немножко далековато, но все-таки вот какой-то схожий вкус присутствует. И делается элементарно просто. Достаточно потратить там максимум минут 10, чтобы приготовить этот десерт. Так вот, что нужно сделать? Вы берете максимально сухой творог, который можете найти, протирая его через сито, и потом на глаз добавляя меда. Нужно добиться такой именно немножко липкой консистенции, но не сильно липкая, а именно такой, вы знаете, как пластилин, чтобы удобно было лепить из него шарики. Мочите руки холодной водой и мокрыми руками скатываете вот такие вот шарики. В середину в оригинальном рецепте кладется миндаль, но у меня миндаля не было, поэтому я взяла обычный грецкий орех, засунула в середину орех, и потом это обваливается тоже в кокосовой стружке, и эти шарики потом ставятся в холодильник часа на два, для того, чтобы они подзамерзли и стали более твердыми. Очень вкусно, кстати, этот рецепт я украла с инстаграма, подписалась тоже на девушку, которая занимается тоже правильным питанием. У нее безумно крутые вообще рецепты, там фотки такие, что просто вот так вот слюни текут, и хочется сразу все это попробовать, поэтому я тоже оставлю ее ник внизу, если вам интересно, тоже подпишитесь, потому что очень классные у нее там рецепты. И это, наверное, все происшествия, которые у меня были на прошлой неделе. Надеюсь, что это видео вам понравилось, что оно было полезным. Обязательно поставьте лайки этому видео, и подпишитесь на мой канал, я буду вам очень благодарна за это, и тогда мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Сегодня я хочу вам рассказать о своих топ-5 самых лучших продуктов Faberlic. Сразу скажу, что каждый из них послужит отличным подарком к приближающемуся Новому году. Номеро uno готово! Уже все готово. С минуты на минуту ждем гостей. Я еще сделала вот такую вот пиццу. Там в духовке у меня вот эта штука, которую я хотела приготовить, и еще пирог.